Привет, с вами Сойер, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня поговорим про инверсию управления. Я в своем таком дотошном формате подробно пытаюсь разобрать, зачем это надо, почему появилось и вообще что означает. Ну давайте начнем с определения из Википедии. Я так условно его своей интерпретации вольной произнесу. Согласно Википедии, инверсия управления – это принцип объектно-ориентированной парадигмы, который позволяет уменьшить зацепление в программе, тем самым уменьшить ее сложность. И обычно реализуется во фреймворках для того, чтобы забрать управление у клиентского кода. Клиентский код – это код, который разрабатывается программистами и содержит соответственную реализацию бизнес-функций. Так вот, забрать управление у этого клиентского кода и самостоятельно в рамках фреймворка определить, что, где, когда должно выполняться и как обрабатываться. То есть инверсия управления – это обращение обычного потока управления, который ранее использовался в программах для того, чтобы передать это управление какому-то внешнему источнику. Ну вот в данном случае фреймворку. Давайте рассмотрим, как было раньше, как стало теперь, для того, чтобы понять, почему инверсия управления – это шаг вперед. Значит, если мы вспомним, то изначально программы писались по-разному, но так или иначе везде была общая функция main, которая является одновременно и точкой входа в программу. То есть так или иначе необходимо, чтобы была точка входа в программу, которая, ну, мы будем называть ее функцией main, а может она называться по-разному и, соответственно, являться вообще чем угодно и классом, и функцией, и другими сущностями. Значит, функция main входила в то, чтобы организовать как раз основной поток управления программой. То есть основной поток управления программой и вообще поток управления – это последовательное выполнение операций, предусмотренных программой. Соответственно, поток управления, он работает в рамках той функции, структуры, модуля, класса, который в данный момент этим потоком управления владеет. Далее, после того, как у нас есть функция main, мы создавали какие-то дополнительные модули, ну, например, пользовательский интерфейс. И далее шли модули с непосредственно логикой, которую мы назовем просто logic, но на самом деле это бизнес-логика, которая специфична для решаемой задачи. И вот для того, чтобы связать все это воедино, использовалась функция main, которая и управляла всем потоком. То есть поток был функцией main, функция main была подконтрольна разработчикам. Дальше мы, соответственно, каким-то образом подключали созданные модули в функцию. Как правило, это были библиотеки, да, то есть вот эти дополнительные компоненты, которые подключались, то есть они могли быть выполнены в виде библиотек, разрабатываться самостоятельно, отдельной командой и, соответственно, подключаться, ассамблироваться в main в конечном итоге. Значит, дальше. После того, как все это подключено, ассамблировано, собрано вместе, весь поток управления представлял собой прямое обращение к функциям, которые входили в те или иные библиотеки. То есть функция main брала и обращалась непосредственно в библиотеку с UI, вызывая там какой-то конкретный метод, функцию и так далее. Дальше выполнялось все, что предусмотрено данным методом, да, назовем так, стрелочкой попробуем так изобразить, и поток управления возвращался в функцию main. Далее последовательно выполнялось то же самое в модуле logic, и поток управления возвращался в функцию main. То есть функция main принимала решение, что вызвать, передавала поток временного управления вызываемую функцию, получала результат и дальше делала следующие вызовы. И все это, как правило, крутилось в цикле до того момента, пока функция main сама не решит прерывать поток управления. Как вы видите, все это очень так похоже на event loop, на всем известный шаблон управления, в том числе который применяется для синхронных программ. Идея в том, что у нас есть однопоточная программа, и мы не можем в ней выполнять в несколько потоков действия. Мы должны очень быстро, последовательно выполнять все действия, и каждый, соответственно, библиотечный метод должен быстро выполнить свои функции и вернуть назад управление. И, в общем, так это работало достаточно долго, пока не появились идеи, во-первых, сделать графический интерфейс, а во-вторых, сделать программы асинхронными и многопользовательскими. И в этот момент оказалось, что для того, чтобы организовать программу с классическим графическим интерфейсом в виде кнопочек и полей ввода, нам нужно нечто большее, чем тот обычный стандартный поток управления, который у нас был. То есть нам нужно будет реализовывать всю графику, либо самостоятельно каждый раз в так же функции main, отдавать это все на откуп программиста, либо нам нужно обеспечить некий фреймворк, который будет брать на себя организацию вот этого цикла работы программы. И вот тогда появились идеи, связанные с созданием фреймворков. Появились фреймворки, которые брали на себя полностью всю обязанность с организацией цикла обработки действий пользователя. И раз у нас есть фреймворк, который полностью отвечает за обработку, соответственно, нам нужно каким-то образом организовать взаимодействие этого фреймворка с клиентским кодом, с полезной нагрузкой. И вот это стало основным способом взаимодействия. У нас появилось такое понятие, как событие графического интерфейса. То есть мы нажали на кнопочку, у нас сгенерировалось событие. И далее для обработки этого события уже начали подключаться библиотеки. Вот вся логика, она выносилась в библиотеки. Таким образом, получилось, что логика по организации непосредственно цикла обработки, которая была раньше, то есть раньше программисты сами вот этот цикл обработки и поток управления организовывали, она осталась во фреймворке, а полезная нагрузка была вынесена в компоненты с логикой, и как раз управление было передано во фреймворк. И это стало называться инверсией управления. То есть когда мы вызываем в компонентах с логикой полезные функции, связанные именно с логикой, а все управление программой находится во фреймворке. Именно поэтому такой подход стали называть инверсией управления. Надеюсь, стало немножечко понятнее, или появились какие-то новые интересные сведения в этом видео. С вами был Сойер, спасибо, что слушали. До свидания.